В моем мире никого, кроме меня, нет. Все люди в моем мире, в моей части моего собственного сознания, это я. Когда я сама себе, другим частям себя втираю в каждой клеточке, что вот так оно должно быть, вот так оно должно быть, я заражаю не других людей, я в своем собственном мире свои собственные клеточки заражаю. И я болею раком, а не болею. Никаких, больше никого нет. Весь мир полная вообще иллюзия, в которую мы играем. То есть я сама определяю своим сознанием каждое слово определенным явлением. Это слово является, я каждого человека наделяю, этот болеет, этот дурак, этот такой, у этого денег нет. И мне это нравится, с этим играть. Я сама наделила их, но их нет. А их не нравится? Они играют в моей части, в мою собственную игру. И тебя тоже нет. И тебя? Да, и тебя. Я нет. Я нет. Я сама с тобой разживаю. То есть состояние, в котором можно сотворить свою действительность, оно только из себя. То есть вот мы же поговорили, это концентрация где должна быть. Только на себе. А когда концентрация на себе, ты входишь, ну я не знаю, как называется. Ты смотришь на внешний мир, видишь себя в нем. То есть в стакане, ты стакан, ты игрушка. Когда ты задаешь этот вопрос, ты выпал из этого состояния творца, да? То есть сознание сузилось, и ты такой, ну как эти математики, как там эти все, да? А ты сейчас опять подрошуришься и увидишь, да нет, ну я натуре творец. Да, вот оно вот так. Что нету снаружи, как бы. Все проекция твоего сознания. Я наделила человека, допустим, болезнью, для того, чтобы увидеть в себе он же часть меня. И я с собой работая, вижу его изменения. Но это не у него изменения, это у меня. А он просто мне показывает мои собственные изменения. Это вот как люди и так, дезодорейки любят, и я люблю иногда говорить. Люди, весь мир зеркало, да, я глаз не вижу, надо подойти посмотреть. Вот, а люди, вот, мое проявление мне просто как зеркало показывают. Ну да, вот, потому что у нас глаза не вовнутрь направлены, а вовне. Ну, такое, вот такое устройство, типа, ну здесь, так, мы так играем, так задумано. Ну, мы не видим куни. Но самое интересное, самое интересное, что мы-то во всем мире проявленные, а там мост-то не проявленный, и мы всем миром смотрим в одну точку. То есть не ты в точке смотришь на все, а ты, являясь всем, смотришь на себя, на точку. И определяешь эту точку с собой, то, что это я, типа. Ну, я это везде. А что, это вообще переборка? Вот это еще раз, можно повторить. Вот это, это интересно. Вы, если я проявлю, надели себя, якобы я творец, это тоже явление, которое является вам из-за такого определения. И вы наделили, это тоже шаблон мышления, что я творец, я проектор, а вокруг моя проекция. Но вокруг то, что ваша проекция, значит, это тоже вы. То есть вы здесь, и вы отсюда смотрите на себя в точку, определяя себя. То есть у каждого есть определение о себе. То есть вот это вот эго тут стоит. А там, типа, это... Ну, сделаем вывод, а мама моя, я творче. То есть в волне, получается, я... А, нет, куда же... Да, я не знаю, что происходит. Что-то, 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 что-то... Здесь будущее, прошлое, все вот в этом есть. Но это все одно, как бы, большое, бог, сознание, там, сотворение. И вы смотрите вовнутрь. То есть там... Нет, это там 10 дэвов. Ну, вот до этого, вот, чтобы дойти, да, вот до этого... Смотришь, как на зеркала. Это нужно путь пройти. И они тоже разные бывают. Ведь разная трансляция бывает. Ну, как бы там же, ну, паршютровка, это очень прикольная штука. Да, я говорю из конца учебника, чтобы вы поняли, к чему вы все равно придете. Ну, вы придете. То есть ты, получается, смотришь на себя, ну, своим, грубо говоря, большим здоровьем, что ты творец, и ты определяешь себя, как творца, получается. Вот. Либо ты себя определяешь уже по-другому. Я понимаю. А это, это есть все сотворение. Вот все. Потому что, вот, ты есть все, да? Ну, ты почему-то себя там это, ну, расфигачил, разделил, да? Сузился, разделил прямо все там, и ты не представляешь, какой ты большой на самом деле. И начинаешь опять расширяться, классно. И когда ты, да, понимаешь, что прошлого и будущего нет, и все творится здесь и сейчас, и вот только из этой точки ты можешь менять эту действительность. Сегодня мы все говорим, у меня есть действие. Вот. Мне интересно сейчас понаблюдать, да, как это проявится. По поводу шаблона, помните, вы говорили, что на прошлой, ну, как бы, сессии, так скажем, пришли люди, вот даже на трансформацию, Коля, да, что они не помнили, что было. Получается, мы сидели, трансформировали, трансформировали, там, получается, что-то новое у них там создалось. И, то есть, они это не поддерживали, что ли, или как? Ну, они недопоняли. А, то есть, все-таки недосознание получили? Ну, когда была сессия живописи, у меня была возможность в это подробнее пойти, и вообще, как бы, ну, разобрать, и когда разбираешься, я просто, ну, вы поняли, типа, ну, там, что-то поняли, а что-то не поняли. То есть, получается, ты недосозналась, значит, у тебя... Тебе не надо поддерживать эту маслоформу новую, вот, постоянно, вот, твое новое... Пока тебе сейчас надо, держи ее. Ну, то есть, состояние Творца, да, вот, как бы, ну, блин, как там, я причина, я твое новое... Единственное, что нужно поддерживать, это смотреть на себя, на Творца, что я сейчас. А это можно сделать только сейчас. Если вы с этой точки зрения на себя смотрите, дело в том, что вот Оля вокруг стула вот так вот бегала, и она показывала то, что можно на все, на себя в том числе, посмотреть с любого угла. Я просто предлагаю позицию наблюдателя, которая удобная. Можно с любой точки смотреть. А могу вот взлететь туда, да, и смотреть уже издалека, и я больше увижу. Ну, то есть, это, опять же, ну, говорит о расширенности некой. Поэтому сейчас, здесь и сейчас, и еще внутри. Вот такое состояние, вот из него оно творится. Не вот это, как бы, ой, как бы, злая, там, покрыма, там, это все, да, а еще и внутри. Это состояние такое, потому так много об этом говорили, чтобы вы в него вошли сначала. Сначала вы в него должны войти и понять, что вы вот... Ну, вот я даже сейчас думаю, боже, я даже этот потолок сотворила, твоя красота. У меня сейчас кураж, и каждый раз я вот когда так, да я вас всех, блин, ась, ну, то есть, какая я, ну, представляете, это же вообще... Знаете, сейчас можно расскажу, например, как я вижу, я говорю, что я хочу пиво. И мне сам папа говорит, он говорит, знаешь, мне снится пиво. Представляете, я говорю, папа, ты возьми его, купи, говорю, и мне, почему ночью тебе это снится пиво, значит, поставят возле кровати пиво. То есть он транслирует меня, то есть мои мысли получают, да, вот я захотела пиво, и он мне такой звонит. Ты самоседра. Ты творец. Разные источники, куда у тебя наблюдение. Да, он говорит, мне снится пиво, говорит, я говорю, ну, поздней купи. Ты творец, да? Да, супер. Ну, конечно, у тебя вот, ну, все, что хочешь, оно сразу не появляется. В общем, как бы, порой ты не можешь найти, что оно уже есть, потому что хочешь, но и надо больше родить хорошо. Оно сразу появляется. Тут мне сразу с этим пивом, вот, пивом хотелось. Ну, ладно, не про это. Я хотела сказать, что... На самом деле пиво хотела она. Ну, я вообще алкоголь, ну, мне он не нравится, поэтому... Ты сам, ты не в этом делала? Ну, вот сейчас тебе, например, захотелось. Я хочу сказать то, что во всех концепциях, вот, каждая книжка, каждый там спикер, все части меня транслируют эту концепцию с разных углов, с разных точек зрения. Не надо менять их мышление, да, потому что я собирательный образ. Целое. Целое. Вот, это круто. Но есть в концепциях очень интересная тема. Вы, типа, перешли квантовым скачком в другую реальность, да, и с нее наблюдаете мир, что у вас там уже все по-другому. Как делать эти, типа, квантовые скачки и что такое вообще квантовый скачок? Вот, квантовый скачок это то, что вот Оля говорила, пройти вокруг стула, то есть поменять угол зрения, точку обзора, вот, на... На все. Да, на картинку. И вот, как только вы перешли в точку обзора то, что я творю и все есть я, у вас уже произошел квантовый скачок, где, наверное, 99,9% шаблонов мышления ваших уже их нет. А вы убеждаетесь в том, что куда бы вы ни пошли, вы тащите за собой. Зачем? Если вы здесь творец, то уже половина, уже там, больше половины, да, вообще все, отпало. Одна эта позиция уже вас просто, ну, очень сильно... Вот это и есть факт у скачок. Меняйте точку зрения. Мне нравится менять точку зрения, блин, я не знаю, со скоростью. Вообще ужасно разговорились. Все время меняю и смотрю с разных углов. Ну, всегда возвращаю себя в эту точку, потому что это то, что мне больше всего нравится. А на круглых еще других людей? Нет, я сама думаю, интересно, а если на это мое мнение, с чего я взяла, что это мнение такое мое, вот такое, мне вот хочется на него посмотреть по-другому. Интересное, вот на днях, слушай, интересное у меня мнение, на это мнение. Интересное обозрение, на это тоже мнение. И сразу, получается, вот такое, получается, такое... Наблюдаете, что у меня возраста, да? Как раз с твоим мнением стою. Типа, как наблюдатель, наблюдатель, да? Ну, это такие слова, слова типа, да, расширяются, и такая уже одним словом, ну, то есть, фишечка такая, бац, и одним таким... Возникает импульс, желание, как раз и про желание я хотела сказать, и мы переходим к деньгам. Возникает импульс, когда я говорю сама себе, то есть, я возвращаю себя в точку здесь и сейчас, говорю, блин, интересно, какое у меня сейчас мнение на это мнение, а почему у меня это мнение такое вообще, а мое ли оно? Ну, чем я его вообще себе навязала, какими правдами прошлого, опять же, что, собираюсь в прошлом, что-то я не поняла, у меня сегодня новое, я сегодня здесь и сейчас. Сразу возникает желание автоматически у вас рассмотреть с другой стороны, и вы понимаете, что каждая моя часть, каждый человек, да, имеет свое собственное мнение, если каждого послушать, блин, да, этих столько мнений, я чую-то в одно. И я понимаю, что все тогда правды абсурдные, в том числе все мои правды абсурдные, тогда я свободна, свободна от мнения вообще, в принципе, у меня мнение такое, что я свободна от любого мнения. И поэтому вот эти шатлоны, они не... Поток какой-то. Да, и ты в потоке, ты постоянно можешь ездить, сопрячь, не цепляясь, двигаться вперед. Можно не створиться куда-то вообще. Да, и вот сейчас, если у каждого спросить, как вообще у вас, то есть, как сейчас у вас здесь и сейчас? Ну, практически все, а сейчас у вас все за шибы. Вот сейчас у меня все за шибы. Да, потому что вы расширились, и вы не тащите вот оттуда, откуда там, ну вот это старое, да, потому что, поэтому сейчас здесь и сейчас у всех все хорошо. Все есть, и вы сейчас понимаете, что у вас есть все. Вам, может быть, только надо где-то что-то найти, увидеть, но вы все, и вы есть все. И вот с этого расширенного состояния, вы, собственно, и делаете все свои делишки. То есть вы возвращаете себя в состояние, вспоминая вот эту встречу? Да, ну как бы, уплотнитесь просто в нем, как бы, оно, все, оно, понимаете, вот все, оно у вас есть, и вы его никогда не теряли. Вот оно, ты творец, посмотрите, вы что это, вы создали, все, посмотрите. Ну, то есть, почаще оглядывайтесь, боже, я эту дорогу, да я вот эту вывеску, да я это пиво, ну это я все создала. Как можно вообще думать, что у тебя какие-то желания не исполняете, если ты уже вот это все сотворила? Ты это все, вот идешь, и у тебя это, виртуальная реальность, и ты уже это все творишь прям по ходу. А даже отвечу на вопрос про желание.